всем привет сегодня мы встречаемся с вами я с букетом да да с букетом потому что рассказ сегодня о каштане как вы видите это листья каштана уже немножко засохли потому что лежали в жарком дне однако не в этом проблема видите что каштан весь желтый и только зеленый но весь практически желтый на 90 процентов листья пожелтели почему же это видео а вот это зелененький между прочим а потому что сегодня к нам был гость из измаила из одесской области привез вот этот каштан при этом пришлось сделать это видео и снять целый сюжет ботаническом саду на самих каштанах о вот вредители причиняющим данный вред в том числе и в измаиле как оказалось это каштановая минирующая моль камераре ахриделла распространившиеся широко от львова до киева и до харькова сейчас в украине вспышка размножение каштановой моря каштановая моль имеет три поколения вот это уже второе поколение сейчас бабочки вылетают бегают по листьям здесь хорошо видны их выходы и начинают заражать снова листья каштана в чем вред каштановой моли в том что моль развивается внутри листьев каштана скрыто живущей моль и поэтому достать ее любыми средствами крайне сложно кроме того она выедает всю паранхему выедает здесь остается только эпидермис и фактически лист покрывается такими коричневыми ржавыми листьями ржавыми вреждениями листья попадают в конце концов да даже сейчас в июле месяце в измаиле листья опадают почему потому что вся листовая пластинка полностью выразила что же делать с каштановой молю прежде всего надо обратиться к источникам литературы для этого мне пришлось взять ту литературу которую уже подработана по вопросу и провести анализ прежде всего в литературе описывается что с каштановой молю возможно бороться различными методами в том числе феромонными ловушками можно бороться даже при помощи трихограммы однако не все эти методы настолько действенны как от того хотелось бы безусловно можно бороться феромонными ловушками но их количество расставить на бульвар тысячу метров на километр практически невозможно очень дорого другой этот трихограмма практически невозможен для применения с каштановой молю категорически против этого метода если кто-то или рекомендует трихограмма не будет работать на уничтожение каштановой моли потому что трихограмма крупнее яйца каштановой моли и не она не будет развиваться в яйцах каштановой моли на каштане просто побегает и умрет с голода на каштане не найдя себя пропитание даже если она немножко подпитается гемолимфа и каштана повреждение будет очень незначительно третий совет который советует литература делать специальные уколы инсектицида в каштан и тем самым инсектицид будет разноситься по листьям и листья будут оздоравливаться в этот метод имеет определенную ценность однако стоимость как оказалось находит до 70 75 долларов от одного укола в каштан что крайне крайне дорого стояще и третий метод наиболее эффективный кстати говоря даже летом особенно осенью прежде всего это метод сбора листья каштана которые опадают их нужно немедленно сбирать немедленно вывозить особенно летом летом нельзя допускать оставшихся листьев каштана до сентября потому что даже сейчас так а те которые выпадают листья каштан их срочно нужно увозить потому что будет из них происходить постоянный выплат бабочек каштанами моли которые активно здесь бегают и заражают все эти листья каштана те листья которые упадают около каштана их осенью в сентябре и в октябре также нужно вывозить но они причинят меньше вреда как раз осенью потому что бабочки из них не будет выводиться куколка которая будет находиться внутри мины внутри самых самих листьев она перезимует благополучно и выведется только в следующем апреле мая таким образом эти листья нужно обязательно транспортировать за город где-то складировать где-то их специально делать из них компост чтобы они погибали или сжигать если это возможно или по крайней мере компостировать тогда они за городом они будут постепенно уничтожать и их катастрофическое количество будет безусловно уничтожаться вот здесь на одном листе будет до 200 мин каштановой моли конечно такое количество бабочек даст огромнейшее количество отложенных яиц до 20 тысяч фактически яиц каждая бабочка отложит еще 100 яиц будет 2 2000 яиц отложит как минимум на соседние листья таким образом один из основных методов прежде всего уборка листьев второй метод и четвертый метод который упоминается можно опрыскивать различными инсектицидами но можете себе представить как можно опрыскивать инсектицидами центре города ботаническом саду на центральной аллее города каким-то инсектицидом практически это просто античеловеческое применение опрыскивать например инсигаром и смесями инсигара с люфоксом как рекомендуется в принципе для того чтобы инсигар впитывался сюда в листовую пластинку и повреждал повреждал уже здесь гусеницу внутри но опять-таки применение возможно на только на начальных стадиях когда уже вот такая листовая пластинка фактически здесь бабочка уже полностью развелась гусеница бабочки и она здесь окуплилась и влияние инсигара будет крайне минимальное применение нужно только на стадиях отплатки яиц и на стадии первой стадии развития гусеницы кроме всего прочего ну вот метод применения инсигара люфокса я бы не рекомендовал потому что он крайне загрязняет окружающую среду кроме всего прочего надо сказать что вот имеются такие небольшие наши помощники это хальсидоидные наездники паразитические которые развиваются внутри этих листьев каждый из них уничтожает личинку и только гусеницу моли внутри листьев и выводится и вместо моли выводятся такие наездники в принципе их изучить и попробовать их применять было бы возможно для но для этого необходимы дальнейшие исследования в нашем отделе институте залоги были проведены исследования о возможности их разведения о возможности их выведения в лабораторных условиях практических условиях пока что этого не использовалось но метод применения полезных энтомофагов возможен было найдено что 16 видов полезных энтомофагов развивается на каштановой муле ну чтобы их найти нет ничего сложного для этого нужно листья каштана упаковать вот такие огромные пакеты например с фильтровальной бумагой находящиеся здесь листья они не будут тогда запотевать и гнить фильтровальная бумага будет забирать влагу а вот листья которые здесь вот так вот будут находиться вот все они с такими болячками это галлы галлы каштановой моли вот такие огромные красивые листья практически все пораженные так и говоря это вот измаильские каштаны но мы посмотрим как раз что за виды полезных паразитических насекомых выведутся из них таким образом какие наиболее действенные методы прежде всего конечно это естественные враги и во вторых возможно применение различных препаратов но очень ограниченно ограничены территории кроме того некоторыми есть определенные исследования по применению биологических разработок биологических препаратов для применения на на каштане для обрызть не для опрыскивания в том числе например для делания таких уколов применение такие биологических препаратов значительно дешевле нежели рекомендуемых обычно практике инсектицидов но это отдельные разработки они сейчас проводятся исследования по применению этих препаратов и тот кто будет заинтересован может к нам обращаться к нашим коллегам которых я порекомендую которую ведут исследования таких биологических препаратов которые тоже все-таки могут применяться на каштане которые являются альтернативой химическим препаратам например инсигару или фоксу топ-то биологические препараты на различных биологических основах существуют хотите узнать этот ли вредитель у вас соберите вот такую пробу можете собрать пробу вот такие вот пакеты проложить фильтровальной бумаги газетами например привести в наш институт мы вам скажем этот ли вредитель у вас потому что есть еще различные болезни есть грибные заболевания на каштане каштан часто заболевает ослабленные различными другими болезнями а вот уже когда вот первый только появляется каштановая моль она откладывает яйца сразу же появляется таким белень и такие коричневые точечки думается что это болезнь нет это мины которые постепенно здесь разрастаются и вот превращаются вот в те ужасные мины которые я вам только что только что показывал я уже упаковал вот такие вредители на каштане каштановая моль вот так вот с ним можно пытаться бороться конечно это достаточно сложно но нельзя обязательно стремиться к тому что надо обязательно каштан посыпать полить его какой-то химией во-первых это дорого во-вторых это опасно для окружающей среды а часто может быть и неэффективно кроме того применение допустим с помощью различных уколов инсектицидов она тоже дорогостоящие нужно очень внимательно относиться к тем рекомендациям и пользоваться той литературой которая будет у нас помещена в ссылках после этого видео если вам понравилось и было чем-то полезно это видео ставьте лайк пишите комментарии внизу этого видео задавайте вопросы мы на них ответим что-то порекомендуем дадим вам ссылочку на скачивание файлов с литературы которые вы можете почитать и обдумать какой же метод более рационален в ваших конкретных условиях нужна консультация нужна рекомендация обращайтесь к нам вам посоветуем нужен какой-то проект на исследование на мониторинг состояния каштановой моли тоже обращайтесь на пишите в комментариях ставьте лайки подписывайтесь на наш канал смотрите видео про вредителей в киеве в украине будем надеяться что их будет поменьше безусловно в общем то что киев это зеленый город столица украины будет зеленым красивым так же как и другие города как и измаил как и львов так же и другие города которые будут зеленые красивые из прекрасной как городской экологии потому что каштаны все-таки и липы и другие виды деревьев все-таки очищают воздух в городе и создают более благоприятные условия для нашей жизни так что ставьте лайки подписывайтесь на канал и до следующих встреч удачи и и Продолжение следует...